Субтитры делал DimaTorzok Ну, праздновали по сути И за этот год произошло очень-очень много всего очень классного и интересного То есть, например, сейчас наша юзер-база уже составляет более 10 миллионов человек Если не ошибаюсь, по-моему, сейчас уже 13 миллионов человек играют в Workplace И это только на территории СНГ И за этот год, который прошел, уже даже полтора года на самом деле Мы даже внудрились в рекорд Думала, что рекорд бизнес, это что-то Но на самом деле очень классно Мы по большому счету выпустили уже более 20 обновлений игровых И в ближайшее время мы будем снова искать что-нибудь новое и интересное У нас получается, что сейчас мы готовим очень классную штуку Мы готовим абсолютно новый игровой режим То есть у нас сейчас есть ПВЕ и есть ПВП И мы готовим третий абсолютно новый И до конца года мы его обязательно запустим Сейчас он пока находится еще на стадии внутреннего тестирования у нас Но я вот сама поигравшу в него поняла, что он очень крутой Прям очень-очень крутой У меня была масса позитивных эмоций И к тому же он еще и легкий, и сложный одновременно То есть это будет очень интересное дополнение к нашему достойному продукту До конца года обязательно запустим Где-то чуть-чуть после Игромира мы уже начнем потихонечку анонсировать Поэтому пока я секретов не расскажу, что это будет Но будет очень круто Ну, естественно, мы будем в дальнейшем еще и наши Добавлять и как ПВЕ, и как ПВП карты Добавлять новое оружие Сейчас мы, например, готовим запуску новый сет костюмов Фоллботис Юты Вот сейчас у нас есть, к примеру, в игре Фоллботис Юты Российской Армии И, соответственно, есть еще и дополнение к этому оружие Такое, российское, в общем-то И мы готовим такой же сет из китайских Special Forces, так называемые Там тоже будет сет костюмов, сет оружия И в будущем мы, наверное, еще и американский такой тоже сделаем сет Ну, то есть, в принципе, на самом деле очень востребованы такие коммуфляжи интересные А 13 миллионов игроков это у вас где, получается, с России только только игроки Или полностью общее количество На Риге тоже больше не пропустим То есть, вы сказали то, что очень много пользователей 13 миллионов, если я не ошибаюсь Они, как бы, получаются только в общем целом Или именно российские игроки, которые вновляются? Это не только российские игроки То есть, это цифра только по России А проект еще запущен, например, по MyForeface Относим себя к глобальному бренду То есть, он запущен еще, например, в Китае, Корее, Европе, Штатах, в Бразилии Готовимся еще к западу, в Японии, например, в дальшем будущем Там, как бы, отдельные уже свои цифры Я их, к сожалению, сейчас озвучить не могу Но очень много тоже, да Ну, в принципе, основное направление у вас идет именно к русским игрокам Которые, как бы, уже прославились И, ну, Counter-Strike, ну, как бы, если взять даже такие игры То есть, в основном, ваше направление идет больше на российские игроки Ну, я бы сказала так То есть, мы, в общем-то, по сути, одинаково относимся ко всем рынкам Но Россия для нас очень приятна тем, что, во-первых, она была Это был первый раз, когда проект увидели Люси, так сказать, наш первый запуск Вот, и мы очень бережно относимся к России Особенно с учетом того, что, по сути, игра-то сделана в Украине По крайней мере, основная ее составляющая сделана в Украине И, как бы, ну, приятно, что мы, грубо говоря, свои же для своих сделали Поэтому есть в этом какой-то такой, вот, именно, психологически очень приятный момент Но, в принципе, да, да, мы достаточно одинаково относимся к всем нашим игрокам, ко всем нашим препаратам А планируется ли какое-нибудь такое глобальное изменение в игре, чтобы прямо сказать о... Ну, я бы сказала, глобальным изменением как раз будет добавление нового режима И, в первую очередь, во вторую очередь еще, как бы, среди внутренних, около игровых вещей А мы, например, уже готовимся вступать в киберспорт И сейчас мы на Игромире проводим наш первый официальный турнир И этот турнир более 20 команд, по-моему, 26, если я не ошибаюсь И призовой фонд сейчас 300 тысяч рублей Ну, как бы, на самом деле, с одной стороны, вроде бы, как-то небольшой С другой стороны, это только первый турнир Мы хотели посмотреть какую-то реакцию игроков на то, что из этого получится И сейчас мы уже занимаемся планированием последующих турниров Мы проводим даже переговоры с известными киберспортными командами У которых еще нет отделения, так сказать, Warface Но они очень готовы, хоть и хотят, они когда узнали, что у нас уже есть первый турнир Они спросили, ребята, вы там киберспорт развивайтесь Мы говорим, да, будем, они говорят, классно, все, мы собираем команды Вот, по-моему, Игромира уже начнем потихонечку с ними, как бы, там, по-другу Поможем им немножко организоваться, прочее Вот, ну, это, наверное, такие самые две глобальные вещи, которые... То есть на следующий год мы можем уже ждать, что на Игромире мы встретим, может, даже какие-то демонстрационные турниры? Да, 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 я думаю, да Спасибо вам, будем надеяться, что это не последняя встреча наша с этой легендарной игрой Всем пока! Спасибо! Спасибо!